Когда в жизни Арона и Эммы Уиттингтон появилась маленькая Майя, они были вне себя от радости. Пара из Хатчинсона, штат Канзас, находилась в своем счастливом родительском путешествии всего 7 месяцев, когда они заметили странную припухлость под челюстью Майи. Казалось, это тоже вызывало у нее некоторое раздражение, так как она продолжала чесать его и возиться с этим местом. Сначала это было похоже только на укус комара, и ее родители просто пытались прижать его поцелуем. Но довольно скоро стало ясно, что это необычный вид припухлости. Беспокоясь за свою малышку, Арон и Эмма, не теряя времени, отвезли Майю в региональный медицинский центр Хатчинсона. Врачи в больнице тщательно осмотрели Майю и первоначально диагностировали у нее увеличение железа. Они ввели антибиотик, чтобы уменьшить опухоль, и отправили Уитингтонов домой в надежде на улучшение. Арон и Эмма были довольны результатом и предположили, что это просто та, что случается с младенцами. В конце концов, Майя была их первым ребенком, так что они не знали ничего лучшего. Шли дни, но внешний вид вызывал тревогу. Состояние Майи ухудшалось. Опухоль под челюстью увеличилась настолько, что теперь достигала размера полутора мячей для гольфа. Поняв, что что-то серьезно не так, бабушка Майи решила взять дело в свои руки и отвезла ее обратно в больницу, сообщив Арону и Эмме только тогда, когда она была там. На этот раз врачи заподозрили стафилококковую инфекцию в лимфатических узлах Майи из-за тревожного роста за такой короткий период. Это было похоже на огромную обухоль на одной стороне ее лица, которая действительно выглядела некомфортно и болезненно. Она была частично на ее щеке, частично на челюсти и даже распространялась вниз по шее. Никто не мог отрицать, что это было ужасающее зрелище. Желая удалить то, что оказалось странным прыщиком на ее опухшем участке, доктор осторожно вскрыл его в стерильных условиях, чтобы отслеживать любые изменения или прогрессирование этого загадочного недуга. Он нарисовал знаки на лице маленькой Майи. Врачи по-прежнему проявляли бдительность в выяснении причины этого странного состояния, продолжая старательно водить внутривенно антибиотики каждые несколько часов. Это был странный случай, с которым никто из них раньше не сталкивался. Это, безусловно, привлекло большое медицинское внимание людей в больнице. Прошло несколько дней, наполненных тревогой Заорона и Эму, когда они беспомощно наблюдали, как медицинские работники осматривали и лечили их дочь, не будучи в состоянии решить проблему. Что это может быть за опухоль? Откуда она взялась и как они могли ее остановить? Как мать и отец, впервые ставшие родителями, Арон и Эма перебирали в голове всевозможные страшные истории. Обнаружили ли они что-то серьезное? Они видели и слышали достаточно трагических историй о семьях, которым повезло меньше, чем им, которые, к сожалению, потеряли своих детей самым жестоким и несправедливым образом. Но они оба надеялись и молились, чтобы в данном случае это было не так. Будем надеяться, что болезнь была просто чем-то безобидным и простым в лечении. Они скрестили пальцы и, вопреки всякой надежде, надеялись на положительный исход. Во время очередного планового осмотра у одного из врачей он заметил, что на том месте, где ранее был вскрыт прыщ, образовалась корочка. Это было совершенно нормально и ожидаемо, поскольку человеческое тело чудесным образом пытается самостоятельно залечить любые нанесенные ему раны и струб. Это только первый шаг к такому выздоровлению. Однако врачам потребовалось снова вскрыть прыщ, чтобы дать возможность вытекшей жидкости. Любопытство разгорелось, интерес доктора усилился, когда он осторожно соскреб его стерильными инструментами. Пока он выполнял эту простую процедуру, Майя была скрыта от глаз Орона и Эмы. Они не были обеспокоены, так как знали, что доктор был добрым и дружелюбным профессионалом, который знал, что делает. Но это простое задание, казалось, заняло у него необычно много времени. Казалось, что он действительно изучал местность, и он даже сделал несколько заметок в блокноте, который был у него с собой. Удовлетворившись осмотром струпа, врач извинился и вышел из палаты для оказания неотложной медицинской помощи в отделении неотложной помощи. Именно тогда Орон и Эма снова смогли полностью увидеть Майю и обнаружили нечто поистине невообразимое. К своему изумлению, они увидели то, что казалось тонкой палочкой, торчащей из того места, где раньше был струп. Это не был какой-то медицинский инструмент или предмет, который помог бы удалить прыщ. Ни Орон, ни Эма не знали, что это было. Этот выступ, казалось, причинял Майе некоторый дискомфорт, но, к счастью, она не обращала на него внимания, и ее родители пытались отвлечь ее и держать руки подальше от этого места. Они не хотели, чтобы она дергала за него и причиняла какой-либо ущерб. Не зная, что делать с этим тревожным зрелищем, Орон и Эма сначала колебались. Но в конечном итоге решили дождаться доктора. Они решили, что если бы это было что-то вызывающее беспокойство, он бы обратился к этому, находясь с ними в комнате ранее. Они считали, что если врач был доволен тем, как это выглядело, то у них не было причин для беспокойства. Они и не подозревали, что дальнейшие сюрпризы ждут их не за горами. На самом деле, ответы на все их вопросы вскоре будут раскрыты самым поразительным образом. Позже тем же вечером педиатр Майи нанес ей визит. Как только она увидела опухшую область Майи, она инстинктивно заметила что-то неладное. Что-то просто не устраивало ее, и у нее было много вопросов. Внимательно осмотрев Майю и осторожно потыкав прыщик пальцем, она промолчала, прежде чем повернуться к родителям, нахмурив брови. Она расспросила Арона и Эмму о том, что именно торчало из шеи их дочери. Испуганная, но в то же время жаждущая ответов, Эмма объяснила, как доктор удалил образовавшийся струп, а когда он уехал в отделение неотложной помощи, они обнаружили странный предмет, появляющийся из того места, где ранее был прыщ. Педиатр, не теряя времени, немедленно надела пару перчаток, в то время как ее разум лихорадочно соображал, что же могло вызвать такую аномалию. Осторожно и нежно пощипывая массу, которая неудобно располагалась в области шеи Майи, все затаили дыхание, с тревогой ожидая ответов. Наконец-то освободившись от ее сковывающего расположения внутри тела Майи, ее педиатр поразилась тому, что лежала в ее руке в перчатке. На самом деле, все, кто был свидетелем этого поразительного события, были потрясены и замолчали. То, что они увидели, было действительно неожиданным. Потому что в руке педиатра было черное перо длиной в два дюйма. Неоспоримое чувство замешательства и шока охватило всех присутствующих, когда они пытались понять, как и почему перо попало в тело их любимой маленькой девочки. Это не было естественным явлением, и это не произошло просто так. Должна была быть причина. И Арон, и Эмма были сбиты с толку, но испытали облегчение от того, что ответ наконец был найден. Майя также казалась гораздо более довольной тем, что перо теперь удалено с ее тела. На самом деле, прыщ даже начал уменьшаться и выглядел гораздо менее сердитым. Стало очевидно, что Майя каким-то образом проглотила или вдохнула это крошечное перышко неосознанно в какой-то момент во время их семимесячного путешествия с момента рождения. Возможно, это произошло, когда семьи не было дома, или, может быть, это было от пуховой подушки. Они никогда по-настоящему не узнают, но, должно быть, пуля пронзила либо щеку, либо горло, прежде чем постепенно выйти через опухшую область шеи. Это была очень необычная ситуация, с которой врачи никогда раньше не сталкивались. Эта странная кульминация событий повергла Уитингтонов в благоговейный трепет перед стойкостью их дочери. Это было напоминанием о том, что жизнь может преподносить неожиданные сюрпризы, но с помощью судьбы, любви и современного медицинского опыта даже самые странные тайны могут быть разгаданы. Их связь окрепла благодаря этому тревожному опыту, укрепив их приверженность делу защиты и воспитания Майи, независимо от того, куда неожиданные повороты судьбы могут завести их в следующий раз. Итак, теперь дело за вами. Что вы думаете об этой невероятной истории? Если бы вы были одним из родителей Майи, что бы вы почувствовали, когда заметили странный нарост? И как бы вы отреагировали, если бы увидели, как это черное перышко вытаскивают из гигантского прыщика на лице ребенка?